Панель Properties. Свойства. Как я ранее уже говорил, в любое добавление новой ноды открывает соответствующие панели, окно или область со свойствами только что добавленной ноды. При добавлении следующей ноды, свойства предыдущие опускаются вниз по панели. Первое становится окошко со свойствами только что добавленной ноды и так далее. То есть, если я добавлю, скажем, Color Correct, Great, то увидим, как свойства нод выстраиваются в столбик. Когда столбик становится очень большим, мы можем увидеть свойства ноды, прокручивая бегунок в правой части панели. Максимум таких свойств можно добавить 10 штук по умолчанию. За это отвечает окошко вверху. Объедим число 10. На самом деле для большинства случаев подойдет и количество в районе 5-7 штук. Поскольку даже окошко свойства блюра, в котором изменяется всего несколько параметров, занимает довольно много места. Поэтому на экране, в зависимости от размера вашего экрана, можно вместить не более 5-7 штук. Да, и не всегда удобно прокручивать кучу параметров с большим количеством свойств. На самом деле, в основном, одновременно открытых свойств у меня не больше 3-4. В каждом таком окошке есть несколько элементов управления. Начнем, наверное, с того, как закрыть те или иные свойства. Для этого нужно просто нажать на крестик в правом верхнем углу. Для того, чтобы вновь открыть окошко и свойствами той или иной ноды, дважды щелкаем по ней панели Node Graph. И видите, она опять становится первой в очереди. То есть в самом верху. Также, если вы не хотите в данный момент закрывать элементы управления нодой, мы можем их свернуть, нажав на вот этот вот черный треугольничек в левой части. Чтобы развернуть, делаем то же самое. Следующая кнопка – это вынос свойств ноды в отдельное окно. Помним, как мы выносили в отдельное окошко панели и ячейки. Такой же фокус мы можем проделать и со свойствами. Для этого выбираем кнопку «Pull out these controls». При этом появляется отдельное окно. С ними можем делать следующее. Либо закрыть, либо вернуть обратно на панель. Закрыть при помощи крестика. Вернуть обратно на панель, нажав ту же кнопку. Только теперь уже свойства опять-таки появляются первые в самом верху. Далее идет кнопка, разъясняющая, что она делает. Две кнопки «Undo» и «Redo», как и во многих программах, отменяет предыдущие действия или вновь их восстанавливает. То есть, если мы в ноде «Blur», допустим, будем вносить какие-то изменения. «Undo» – отменяет эти изменения. «Redo» – восстанавливает их. Далее идет интересная кнопка, которая называется «Revert». Она восстанавливает те настройки ноды, которые были на момент его последнего открытия. Для примера установим размер размытия 10 и закроем ноду. Откроем ее снова и начнем изменять параметры. Нажав на кнопку «Revert», мы восстановим все параметры не по умолчанию, а на тот момент, когда было открыто свойство этой ноды. То есть, параметр «Blur Size» снова стал 10. Все остальные изменения, которые мы только что сделали, были восстановлены. Следующие два параметра на две кнопочки – это изменение цвета. Первое – это изменение цвета самой ноды в панели «Node Graph». По умолчанию каждая группа нод имеет свой цвет, дабы не путаться при большом их количестве. По умолчанию, как видите, нода «Blur» имеет оранжевый цвет, цветокоррекция – голубоватый цвет и т.д. При желании можем установить сами, какой цвет будет иметь данная нода. Для этого и существует данная кнопка. Для примера установим цвет ноды «Синий». С этим окном детальнее мы будем устанавливаться в следующем уроке. Пока что просто закроем его. Видим в панели «Node Graph» нода «Blur» стала синего цвета. Следующая кнопка отвечает за цвет элементов управления данной ноды в панели «Viewer». Дело в том, что свойствами некоторых нод можно управлять не только с панели «Properties», но и с панели «Viewer». Таких немного, но все же есть. Для примера добавим одну из них – ноду «Transform». Часто используемая нода – горячая клавиша «T». Как видите, на экране «Viewer» появились элементы управления. По умолчанию они белого цвета. Иногда удобнее изменить цвет. Скажем тогда, когда цвет самого изображения очень светлый и элементов управления на таком фоне не будет видно. Для внесения изменений нажимаем на соответствующую кнопку и выбираем нужный цвет. Вот она эта кнопка. Выберем, к примеру, «Красный». Видим изменения в панели «Viewer». Далее идет строка с названием ноды, при помощи которой вы можете без проблем ее переименовать. Ну и наконец еще две кнопки, которые находятся в самом верху. Это замочек, который блокирует добавление новых свойств в панель. То есть при закрытом замке все свойства только что добавленных нод будут отображаться в новом окне. Панель будет закрыта. Ну и последняя кнопка – это закрытие свойств всех, которые находятся в данной панели. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...